Никто не ожидал, но фильмы из этой подборки оказались очередными бездарными лентами 2021 года, на которые не стоит тратить свое время. Из этого фильма получилась какая-то женская версия Джона Уика, но при этом чересчур клишированные, практически скопированные с оригинала. Мизерные сборы порохового коктейля поставили точку в истории боевика о наемной убийце Сэм, которая борется с армией головорезов. Но однажды на помощь главной героине приходит ее мать, которую она не видела больше 15 лет. Главным героем Джема стал легендарный баскетболист Леброн Джеймс. Ему снова предстоит собрать команду из персонажей сериалов «Луни Тьюнс» и сразиться с мошеннической системой искусственного интеллекта. Анимационный фильм с живыми актерами является самостоятельным продолжением популярного фильма «Космический джем» 1996 года. Критики разгромили сиквел, назвав его хаотичной и окрашенной радугой-чепухой. Американский фантастический фильм с Марком Волбергом в главной роли обещал быть неплохим, но, увы и ах. Динамично в некоторых моментах даже фантастично, но можно успеть и вздремнуть. Такие сюжеты уже видели сотни раз, но в бесконечности он еще прекрасно отполирован и подан под вишенкой фальшивой оригинальности. Сюжет рассказывает об Эване, который всю жизнь думал, что он болеет шизофренией, однако его видение — это не проявление болезни, а воспоминания из прошлых жизней. Этот фильм снимался как смесь супергеройского кино, но на базе новомодных тенденций. Зрители верили в фильм «Сила грома», но он оказался очередной бездарной комедией, причем не смешной, не интересной, глупой и бессмысленной. Лидия, не смей кидать автобус! Ничего не слышу, потому что я прямо сейчас кидаю автобус! Прости, я облажалась. Этот фильм критики назвали незамеченным пшиком на тему опасности запрещенных веществ. Даже Сальма Хайек не спасла блаженство от полного провала. Критики осудили фильм за неровный темп, слабое развитие персонажей и полное отсутствие потенциала. Как же удивительно просто. Люди могут привыкнуть к чему-то грандиозно новому. Не портите впечатление о 21-м, который вот-вот скажет «пока» и смотрите только те фильмы, на которые не жалко потратить время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...